Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Итак, номер 475. Событие дня. Урок Еремея 32-35. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. Вот там дальше, прочитайте этот стих. Какой страшный стих. Бог всемогущий, всеведущий говорит мне, Богу. Даже на ум не приходило, что вы делаете, называясь верующими. Это у нас отсчет за 31 марта 2017 года. А сегодня уже 1 апреля. Вот придумали апрель, никому не верь. Сегодня везде будут умышленно врать. Это, дескать, разрешено нам врать. И далее. Так, по скапам можете выходить на меня с 14 до 16.00 по Москве. 14? Ну зачем ты неправду говоришь? 4. 4. Понимаешь, объявление даем, это такая разница. С 4.00 Москвы до 16.00. И кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе внизу-снизу. И спросить, когда я буду свободен. И не звонить ни в свое время, без договоренности. Что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. В скайпе и на моей страничке, и на других ресурсах. А одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем один раз за неделю. И прошу не нарушать этот регламент. Ну когда бывают ролики, выходят там в Ютубе, то там можно делать. И не одно. А здесь, ну, просто нечего тут делать-то. Вот у нас вышел ролик, а гоним их свидетелей Иеговы. В освете Святой Библии. За 28 марта я поставил много отзывов так. И далее считаем. Вчера письма пришли. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович, в радостном изумлении стою пред вашим ответом, разводя руками. Благодарю за глубокий и обстоятельный ответ во свете Библии. Спаси Христос. Ну это не на улице человек. Мы лично с ним не встречались. Повторяю, это работник государственного. В государственном университете преподает. В государственной академии. И ведет курсы при епархии, метрополии в Красноярске. Дальше. Сергей Игнатов. Сергей Игнатов, слушайте. Пишет. Спаси Христос. Спаси Христос Игнатия Лапкина и его ближних. Слава Христу за его соработников. Да хранит и укрепит их Господь. Аминь. Я не придумаю эти надписи. Я вот кого считаю, некоторых вижу даже здесь, как Сергея Игнатова. Это не с улицы человек, юрист. Видите, в соседнем государстве, стопредельном Украине. Ничего не скрытый, открытый. А на меня, которые нападали враги, они выискивали, кто переписывается, и заливали их грязью, ложью. Дальше. Евгений Вдовин. Вам Господь прославляется, и благоухание приятное. Мир вам, Игнатий Тихонович. Дальше. Михаил Кальмаев. Из статьи Василия Розанова «Голоса из провинции о миссионерстве», кавычки закрыта. Революция была не на пустом месте и появилась. Как относились к чтению Библии в царской России при царе батюшке Николае II? И он дальше кавычки открыты, но Розанов-то, философ тех времен, пишет. «Один наш школьный учитель, человек религиозный, охотно вводивший учеников в церковь, стал было читать им Евангелие. Но когда священник узнал об этом, он запретил, угрожая донести на учителя и мотивируя запрещение тем, что он не может доверять ему. В каком духе он будет толковать Евангелие?» Поближе сядь, чтобы лучше было слышно. Так, это что? «Это 10-12-летним детям опасаться какого-то духа и предпочитать полное неведение. Но это ведь политика нашего духовенства и всевластного чиновничества особенно». Вот как. Учитель считает Евангелие, это подозрительно. Да может не было так, не было. Считайте биографию Игнатия Бричанинова. У него была ревность, ну какая к Богу-то, только храм. И он учился в военном училище, и как увольнительный, когда дается, не сам он убегал, а самоволку, он идет в храм. И, заметили, ходит часто в храм. Это подозрительно. Молодой юноша, он ищет не какие-то там развлечения, как Пушкин, а в храм. И сразу было доложено высочайшему начальству. Его поставили под подозрение, как революция. Как огня боялись революции. Но вот она и пришла. Я долго не мог понять, как так архиереи были против перевода на русский язык к Святой Библии. Ну причина должна быть какая-то. Наконец нашел. Первый лет митрополит пишет докладную записку императору. Ваше императорское величество, Библию переводить нельзя. Если она будет переведена, и народ будет считать, то в стране произойдет революция. Вы подумайте, что это означает? Это означает, что все делают вопреки Библии. И народ скажет, как же так? Умирали родители, не хрещеные. Мы совсем не тем путем шли. Вы что делали? То есть они понимали, но сделать ничего уже не могли. Это говорят не худшие архиереи. И далее Розанов пишет. И у нас все в народе знают, что собираться для частных религиозных беседок или чтений запрещено. И что это грозит полицией и судом. В частных домах. Просто собираться, и написано, ежедневно собирались по домам. Это нельзя, никак. Полиция сразу доложит. А где это? Степняк Кравчинский подробно описывает это. Это везде написано. Читали ли вы обидные, горько, мучительные для всех гнас русских слова Кеннона в его ответе Боткину? Голос за русский народ. В кавычках. Голос за русский народ. Вот кто читал или не читал такой материал. И он пишет, значит, что... Кавычки открыты. Где двое или трое русских соберутся во имя Христова, в деревнях, конечно. Там среди них и полицейский. Христос говорит, где двое или трое во имя его собран, там и я. А у русских полицейский. Если бы сам спаситель, продолжает Кеннон, явился бы в русской деревне и бедный, и неизвестный, каким он явился в Галилее 20 веков тому назад, начал учить народ теми же словами, какими он говорил в Галилее, и которые приводятся в четырех Евангелиях, он и суток бы не провел на свободе. Понятно? И суток не провел на свободе. Вот почему Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» в теме «Великий инквизитор» это все говорит. И последняя, видимо, роль была, которую... Вы знаете, кто сыграл там? Ульянов Михаил. Великого инквизитора. Что Христа арестовывает, когда он пришел. И дальше что? Костер. В Англии, уже в современной Англии, решили проиграть заново эти события. Вот такой же зашел человек. Вот так же говорит, так же толпу народа собирается. И по английскому, демократическому, самому хорошему закону арестовывает этого человека. Человека такого нашли и стали говорить. И далее, и далее из тюрьмы никогда он не выйдет, если он не отречется. Так. Его... Его и суток не провел бы на свободе. Его прежде всего припроводили бы по этапу черту своей оседлости. Потому что он еврей. Как еврея. Да. И затем, если бы он продолжал учить, он бы вторично был бы арестован и посажен в тюрьму. Если бы он избег окончательного распятия от представителей той самой нашей веры, которая носит его имя. То есть христиан. То только единственно потому, что распятие заменено в России ссылкой. Тюремным заключением в келях для еретиков, в отдаленных монастырях и работами в рудниках Забайкалья. И вот такая Россия, она не могла не прийти к революции. И что мы можем возразить Кенану, если мы не захотим лицемерить о существующей у нас свободе совести и веры. Вот сейчас выступает, я беру уже не каких-то там таких, а даже патриарха и его помощников, священников московских. И они торжество православия все справляют-то. Анафиму им. Так я говорю, анафимы-то все это на православных. Вы что путаете-то? В первую очередь, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафима, марана Павла. Кому? Кто не любит? А где кто Господа любит-то? Если, говорит, любите, соблюдите заповеди мои. А как соблюдать, когда Евангелия на руках не было у народа? Как можешь соблюдать правила уличного движения, если ты правила никогда не считал? Да со двора не выйдешь. Стоит только узнать, сколько у всех земских начальников разбирается дел о том, что в такой-то хате застали мужиков за чтением Священного Писания. Только за это одно. Таких мужиков суд обязан или штрафовать, или сажать под арест. А после повторения таких преступлений, их подвергают более тяжелым наказаниям. Еще недавно приговорили одну 75-летнюю старуху, мать нашей няни. Нищую, жившую у бедняка сына. Штраф 100 рублей. А за неимением их к месячному аресту с ворами, мошенниками. За то, что застали ее в избе, где читали Евангелие. Только за это говорила мне, рыдая ее дочь. Он даже не верится. Понимаете, как 75 лет, бедная старуха, сидели и считали. Ну что она могла сделать против государства? Ну что, нормально это или нет? Царь батюшка ничего это не знал. Не знал, что еврейские погромы идут, бей жидов, спасай Россию. Да такая власть была у царя. Это же император был. Это не английская королева. Для виду только сидеть там, награды выдавать. Это был самодержест, так он назывался. Да он бы вызвал всех этих министров внутренних дел, Милюкова и других. Еще одного еврея тронете, вы будете бесеть. Все кончилось бы, сдохла собака. Но этого же не было сделано. Что-то евреи в оседлость притесняют. А в это время уже говорили, царь, ну не дай бог, если начнется революция, евреи все потянутся в революцию. Вот и все. Правительство Ленина на 98% евреи. Никто не хотел слушать. Слушайте теперь звон кандалов. Зачем клянут у нас Кенана, когда мы все знаем еще больше, чем он. Знаем и страдаем, видя, как у нас служат делу веры и любви к Богу. Неужели думают, что народ без всякого Кенана этого не понимает, не знает и что это его не развращает? Лучше из народа только упорнее уходят прочь от православной церкви, не желая, конечно, отделять ее от ее слуг. И зато нещадно их гонят, преследуют, разоряют, ссылают. Вот так. И утверждают, что времена инквизиции давно прошли. Конечно, у нас нет пыток, костров, у нас, несомненно, тонкие культурные приемы. Мужу моему, когда он был земским начальником, приходилось испытывать отвратительные минуты при разбирательстве донесений на штундистов, когда приходилось заведомо честных, уважаемых людей штрафовать и сажать под арест только за то, что их уличили в чтении священного писания. И они, уходя, бросали всему суду, суду горькие, презрительные, но глубоко справедливые слова. Эти люди, которые говорили, кавычки открыты. Если бы пьянствовали, вели безнравственную, противную богу жизнь, нас бы оставляли в покое. А за то, что мы честно держимся с закона евангельского и хотим дружно сообщать, читать духовные книги, нас преследуют и наказывают как преступников, воров и мошенников. Знаете, только благодаря царящему у нас лицемерию, подавленности и полному отсутствию гласности и общественной критики, возможно такое возмутительное положение вещей. И пусть миссионеры не лицемерят, пусть честно сознаются, что они больше озабочены борьбой с нравственными сектами, как штундисты и духоборы, чем с изуверским нравственно вредным. Это легко воспроизвести, если чуть приоткрыть глаза на то, что делают священнослужители патриархии именно сегодня, и чем почуют людей. Посмотрел от корки до корки два видеоролика, из которых один называется даже фильмом. Фильм митрополита Илариона Алфеева «Старый обряд». Тут даже указывается, надо крупно высветить, как вот. И вчера я посмотрел два фильма, ну просто необходимо было. Иларион, Митрополит и второй. «Свидетели иеговы», 7 октября 2005 года, Андрей Ткачев. Тоже посмотрел. И вот дальше я даю ответ на это. Сколько же здесь недомолвок, сколько неправды, сколько невежества. И это люди не на задворках монастырских стен или на кухне. Столь важные, буквально дымящиеся злободневностью вопросы, они трактуют только согласно того, что вычитали где-то и видели одним глазом подслеповато, через задымленное стеклышко тоже где-то. А чтобы разобрать во свете Библии, им не хватает докторских званий, ни метрополитических архивов, и получается сплошная неправда. Ни звука о Святой Библии, истинном свете. Нет прямого призыва к благовестию, нет и намека на миссионерство. Совершенно нет. Вопрос задавала о сыне-сектанте женщина и приводит в письме три конкретных места из Святой Библии. Это прочитал... То есть мне считает это? Прочитал Ткачев, Андрей. А уже отвечает, совершенно не открывая священное писание. И потому без света Слово Божие и уходит все в песок, не принося ожидаемого плода. Слово Божие забыто и заброшено, и народ не усадишь за парту, чтобы знать священные мысли Духа Божия. О старом обряде толкуют, тянут без слов неизвестный мотив. А до сердца нет дорожки... Нет дорожки! Со свесточкой от Господа Бога. Поле, полное мертвых костей. Иисус Христос не впущен или изгнан. Все затянуто паутиной преданий, любовью к привычному. Святая Библия вообще, даже хотя бы для авторитета, на столе не лежит. И беру не из самых худших пластителей умов, доверившихся им слепотствующих недорослей. Лука 9,60. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди, благовествуй, Царствие Божие. Римлянам 10,17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. На Ростоне отстояла тысячелетие глумливая, в кавычках, святая Русь. И теперь размашисто подписывает все, что масонные правители подложат на завтрак и на ужин. Таразаконие 31,29. Ибо я знаю, что... Это деяние 20,29. Ибо я знаю, что по смерти моей вы разродитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам. И в последние последствия времени постигнут вас бедствие за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих. Это я как эпиграф к этому говорю, тому, что впереди было говорено. Исай 10,3. И что вы будете делать... И что вы будете делать... День посещения, когда придет гибель издалека. Он прямо спрашивает, как мы разговариваем. И что ты будешь делать, когда враги придут? Когда 12-20 китайцев с автоматами стоят, а я буду защищать жену. Как ты будешь защищать ее? 20 человек с автоматами, во дворе все окружено. У нас все о войне. Воевать надо. Я думаю, об этом надо молиться. Чтобы мозги Бог проветрил, и войны не было. И теперь о войне следующая тема будет на молитве. О войне. Дальше. Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Вот так. Еремея 5,31. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Вопрос Бог задает. Вот так жили, так делали. Что дальше будете делать, когда напасть придет? Еремея 6,16. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Вот этот стих для меня, как эпиграф, был с самого начала, когда Библия попала мне в руки. Подарили. Путь древний. Какой путь древний? Это не новый, который сектанты придумали. А путь церкви Христовой. И надо найти те материалы. И вот тогда Господь дал мне это знать. И дальше. Александр Марьясов пишет. Мир дома вашему, дорогой Игнатий Тихонович. На всем протяжении нашего знакомства с вами я именно повторяю всем, что да, он не такой, как все. Да, он может делать то многое, что вам всем либо не по душе, либо не по нутру. Но вы все должны понять одно. Если вас Господь сподобил встрече с Игнатием Тихоновичем, то это не просто так. Сам Бог хочет донести все те слова, изреченные вере Христовой. И именно для вас, для вашего понимания, непритворной веры в Бога. А все остальное это для проверки вашего разума в общем сравнении на земное бытие человека. И я под всеми написанными словами Алексея могу сказать только одно слово. Аминь. Спаси Христос. Ну, это Алексей Алексеев. Вот вчера мы считали его письмо. Он обо мне говорит. И как менять-то его? Меня зачем менять-то? Ну, а нет, да в добью. Вчера там один каялся, как бы, лежа. Он не каялся. Извините. Так извините. Такого нету. Это прощание не просится. Извините. И как? А те, которые не пришли, когда на пир. Говорят, извините, я купил поле. Извините, я женился. Это вот это. Люди, которые не идут ко Христу. Дальше. Дальше. Сергий Парализованный. Пишет. Игнатий Тихонович. Я могу сказать кратко. Как вы не можете слышать о болячках других, переживайте и чувствуйте боль на себе. Так и мне вражда друг на друга, как выкручивание суставов. И ответ Игнатий Лапкин. Аминь. Аминь. Теперь с нашими ресурсами можно... Да, еще кое-что немножко добавить. Тут надо мне материалы убрать. Два материала. Это два вопроса. Просчитай. Вопрос 2009. Восьмой том открытым оком. Христос, Царство Небесное, уподоблял ли иночеству, удалению из мира и молчальничеству? Вопрос. Царство Небесное подобно к чему? А иночество, монастырская жизнь, к чему-то подобно или нет, чтобы молчать? Ответ. Ответ. Матфея 13, 31. Царство Небесное подобно зерну горчичному, которую человек взял и посеял на поле своем. Одно сравнение. Дальше. 13, 33. Матфея. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, до кое не скисло все. Это самая короткая притча в Библии. Третье сравнение. Матфея 13, 44. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. Так. Вот. Четвертое сравнение. Матфея 13, 45. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Так. Пятое сравнение. Матфея 13, 47. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Вот сравнение сколько, и надо куда-то войти, чтобы понять, что это ко мне относится. Шестое сравнение. Матфея 13, 52. Он же сказал им. «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое». И седьмое. Матфея 18, 23. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Так. Восьмое сравнение. Матфея 21. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру, нанять работников виноградник свой». Девятое сравнение. Матфея 22, 2. «Царство Небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего». Так. Десятое сравнение. Матфея 25, 1. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». И поясняю. Другие евангелисты еще четырежды повторяют эти притчи, но все они говорят одно и то же, что человек должен уверовать во Христа и нести благую весть, сеять, умножать, износить из сердца старое и новое. «Ибо вера отслышания, Слово Божие, а не от мощей, не от иночества, не от монастырей, не от икон и прочих чудес, а отслышания». Ни благодатного огня, ни богородистого пояса, ни от чего нету. И далее. Римлянам 10, 17. «Итак, вера отслышания, а слышание от Слова Божия». То есть уверовать никак нельзя, спастись без Слова Божия невозможно. Уверовать, что Бог есть, можно, рассматривая природу, все. А уверовать во Христа нельзя. Римлянам 8, 10. «Но что говорит Писание? «Близко тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Только согласно этих мест Писания, все иночество в продолжении двух тысяч лет, загонявшее людей в молчальничество и под землю, в леса и горы, морившее доверившихся Ему тяжкими бременами и неудобоносимыми, только за нарушение этих слов уже безответным предстанет предвечным судьей». «Конечно, если верить, что Христос не изменит своих слов, написанных в Библии». «Понимаете, вот при условии, что Христос не открещется от этого, я уже об этом говорю. И вот сколько мест Писания, только сравнений действует. Ну какой сегодня священник или митрополит будет говорить Библию в руках? У него даже Библии нет на столе. Перед народом отвечает. И далее. Евреям 13.8 «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Вот так. Исайя 45.23 «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мной преклонится всякое колено». То есть Христос не отречется от этого, прямо. «Если бы Христа на земле никогда не было и не было Евангелия, тогда можно было бы составить новые притчи и написать «Царство небесное подобно откалиброванной и дезинфицированной пшенице, которые собрали в крепкую житницу некие, подобные ангелам люди. Но ангелы эти всегда в черном одеянии, плотно закрывшие эту пшеницу в житницу, не седевшие ее и не давшие плода». Вот такая притча была бы, если Христос не пришел. Еще. «Царство небесное подобно чемпионам, которые умеют лазить по скалам, жить в подземельях, панически боятся женщин, объявившие молчание высшей формой общения между людьми». Вот такую притчу бы составить можно было. Еще. «Царство небесное подобно скупым хозяевам, которые зарывают в землю все, что у них есть. Жемчужину и зерно, которые поставили себе задачу добровольно запечатать уши и не слышать вопли погибающих, не идти к ним и не указывать путь спасения. Кто отказался от сна, от еды, от питья и от жилища, отдал себя на мучения добровольно и на съедение комарам и другим насекомым и гадам. Кто не моется в бане, кто не лечится у врачей, кто бежит из семьи, от жены, от невесты, от мужа и от детей, и от родителей, бросая их на произвол судьбы». Вот к чему царство небесное подобно. И еще. «Царство небесное подобно не любящим Библию, но любящим сны и видения, виденные в легком сне. Кто ищет благоухание от мощей и от видений, предсказаний и очень искусно умеет выискивать в словах и вещах других людей еретическое и за это предавать их анафеме. Кто провозглашает иночество, монашество – высшая форма спасения и угождения Богу». Вот такие притчи можно было бы составить, если бы Христос не приходил на землю и не было Библии. И далее привожу из «Жития святых». Савосербский, 12 января, кавычки открыты. «В отопед устремились даже из самых глухих, недоступных стремнин и пещер, никогда не выходившие из своих убежищ подвижники-молчальники, желая насладиться чудным и необычайным зрелищем пришествия на их гору, подвязаться вместе с ними этих двух царственных иноков. Старец Симеон, ослабленный болезнями, желая, однако, слышать церковную службу, пристроил со стороны алтаря главного храма Благовещения, келью с окном в алтарь, и через сие окно видел и слушал ежедневно церковное богослужение. Чтобы лежать на печке можно было бы и в окошечке смотреть, что в алтаре делается. Царь на его деньги построенный храм, и в храме прорубили окошечко куда-то царю. Дальше. Итак, Симеон Еродиев, 21 июля, кавычки открыты. Потом обратился Иоанн к Симеону. Что теперь будем делать, брат? Куда пойдем? То есть он два молодых человека и не знает, как Богу угождать. Один оставил мать свою бросил, а другой жену бросил молодую. И вот они вдвоем вышли, и куда теперь подать-то? Симеон отвечал. Пойдем направо, потому что все, что правое, то хорошо. Вот и географию неплохо знает. Немного времени спустя враг наших душ дьявол, не стерпев богоугодного жития рабов Христовых, начал войну против них. Иоанну влагая воспоминания о жене и отце, Симеону любовь к матери. Это все от дьявола. Это надо додуматься, вот это все прославляется. А вы святых не любите, я люблю их. И поэтому я им говорю, что вы же спастись не можете. Значит, что у первого? Иоанну влагал воспоминания о жене и отце, он не просто сам вспоминал, это дьявол, дьявол. А Симеону любовь к матери. Они же, когда видели друг друга печальными, тотчас говорили друг другу, встань, брат, помолимся вместе, владыке нашему Иисусу Христу, да сохранить нас от вражеских козней молитвами святого старца нашего Никона. Вот Никона они знают. И Никон, который раскол устроил, тоже знает его. И когда молились они, скоро приходила к ним помощь Божия, отражающая от них вражеские наветы. Из этого видения понял Иоанн, что умерла жена его. Умерла, но умерла. Умерла. Жена его и вместе с матерью Симеона поселилась в месте праведных и сильно возрадовался. И сегодня знает, кто куда, да суда Божий все уже знает. С этого времени оба стали беспечальны и пробыли в пустыне, живя вместе, претерпевая всякое злострадание, 29 лет, мужественно борясь с невидимыми врагами и по Божьей благодати побеждая их и прогоняя. Как там родные страдали, искали, заявки делали, в МЧС обращались. Это не все за кадром. Теперь они делают правильно. А кто это пишет? Да монахи, конечно. Теперь стихотворение. Не проходимец я, хотя уже прошел назначенное, И стащил ресурс. Уже не все проварит мой котел. В изысканном язык поймет ли вкус? Шагал и плыл, и прыгал, как блоха. Когда на пятки власти наступали, Из океана черпалась уха, В горах не раз по стилю были скалы. Это я пишу о всем. Уха, какая у меня? Вода из океана напилась. А там же армия плавает, считай, что... Прошел, как смог. Потом помог не в этом бок. Без крестного знамения не ложился. Старался всюду получить урок. Не мухлевал, вытягивая жилы. Хотя не портит, вроде борозды, Конь старый. Но, конечно же, не кляча. Не раз тонул, Недавно вновь простыл, И обо мне, как слышал, тюрьмы плачут. От прошлого и рад бы отрекаться, В чем поползнулся, как греху не раз. Но слышал, не отчаивайся, кайся, Тушил слезой болезненную страсть. Велик тот день, Благословен да будет, Когда услышал слово о Христе. Высияющие праздники все будни, Насыщенность в молитве и посте. Благословен тот дом на берегу, Где плоть и дух согласий склонились. А что была за жизнь, Не пожелая врагу, Козлиные шатания по горам и дикость. Непроходимец, странник, пилигрим, Доверия к себе не мог я вызвать, Но в дом чужой вошел, Из Библии сидим, И вместо робы получая ризы. Благословенный дланью Христа Он вынес, выхватил из ужаса воронки, На берегу морском Не сосчитать песка, Так милости его, Что начитал на пленке. 24.09.03 год и глава. Вот это мое стихотворение, Я его закрою, Тогда можно будет убрать Вот, в эту систему, Что сейчас мы делаем. И второе. Вопрос 2407. Так, в иных местах, Проходящих от баптистов, Перекрещивают, А в других местах, Свершают только миропомазаннии. Как же правильно? Ответ. Сами баптисты все и всегда Не имели и не имеют Истинного рукоположения, И крестители их Есть самые простые миряне-еретики, Самозванцы. Так что и крестящиеся от них, Какую может принять благодать? Кроме того, Они крестят в одно погружение, А в церкви издревле Крестили и крестят В три полных погружения. У нас их всегда перекрещивают. А вот если кто приходит От имеющих рукоположение И крещен правильно, Но даже буден Из армянской церкви, То к ним вполне может подойти Рассуждение святых отцов. Святой Киприкан Карфагенский. Книга о единстве церкви. Иеремия 2.13 Ибо два зла сделал народ мой, Меня источник воды живой оставили, И высекли себе водоемы разбитые, Которые не могут держать воды. Дальше. Тогда как, кроме одного, Не может быть другого крещения, Они думают, что могут крестить. Оставивши источник жизни, Они обещают благодать Животворной и спасительной воды. Там не омываются люди, А только боли оскверняются. Не очищаются грехи, А только усугубляются. Такое рождение Производит чадо не Богу, Но и дьяволу. Рожденный от лжи Не сподобляется обетовании истины. Порождаемые вероломством Погубляют благодать веры. Нарушившие мир Господень Неистовым раздором Не могут достигнуть награды мира. Это Киприан Карпагенский, Мученик, умер за Христа. Четвертый век. Дальше. Пусть никто не удивляется, Возлюбленнейшие братья, Что даже некоторые из исповедников Доходят до того же, И потому столь же нечестиво И тяжко согрешают. Исповедание не освобождает От козни дьявола, И находящемуся еще в всем мире Не доставляет всегдашней защиты От искушений, опасностей, Нападений и ударов в века. Впрочем, мы никогда не видели Последствий у исповедников Таких обманов, бесчинств и любодеяний, Какие у некоторых людей видим ныне, О чем скорбим и болезнуем. Кто бы ни был исповедник, Все же он не выше, не лучше И не богоугоднее Соломона. А Соломон, доколе ходил в путях Господних, Да то ли обладал и благодатью, Полученной от Бога. Потом же, когда он оставил путь Господень, Тогда утратил и благодать Господню, Как написано, И воздвиг Господь противника на Соломона. Третье царство, 11-14. Святые отцы 3-го и 4-го века, Разногласия между собой О значении таинств, Совершенных вне церкви, Держались, однако, Одного общего мнения Относительно еретиков, Что у них нет спасения, И что таинства, принятые ими, Не сообщают им даров Святого Духа, И не очищают их от грехов. Еретики, говорит, Они блажены иероним, Кавычки открыты, Дошли до такого безумия, Что остались одинокими, Без благодати Духа Святого, И потеряли наследие Господа, То есть прежнюю истину веры, Кавычки закрыты. Преподобный Марк, Подвижник утверждает, Кавычки открыты, Посредством крещения Даруется оставление грехов И дар Святого Духа По мере веры. Насколько кто отступит от веры, То отчас бывает содержим грехом. Твердым верующим Дух Святой дается по крещении, Неверным же и зловерным И по крещении не дается. То же говорит и святой Кирилл Иерусалимский, О крещаемых без истинной веры. То есть если крестился, А сам не сознался, Что-то у тебя было связано С лукавом там где-то, И так дух лжи никуда не отходит, Он так и сидит. Тоже говорит Святой Иерусалимский, О крещаемых без истинной веры. Кавычки открыты. Симон Волхв, говорит святой Кирилл, Приступал некогда к купели сей и крестился, Но не просветился, Омыл водою, Но не просветил сердце духом, Покружалась в воду И вышла из воды тело, А душа не спогреблась со Христом, И не совоскресла с Ним. Смотри, говорит он в другом месте, Не приходи к крещающим, Как Симон, Лицемерно, Между тем, Как сердце твое Не ищет истины, Ибо Дух Святой Испытывает душу И не пометает бисер Пред свиньями. Если лицемеришь, То люди крестят тебя теперь, А Дух не будет крестить. Вот так. Кавычки закрыты. Так и в еретических обществах. Кавычки открыты. Не допущай обольщать тебя Скопящими еретиков, Наставляет святой Иоанн Златоуст. Они имеют крещение, Но не просвещение. Они крещаются телом, Но не просвещаются душою. Так и и Симон крестился, Но не просветился. В таком же состоянии Находятся и они. Тоже говорит о еретиках И принятых ими Таинствах Святой Ефрем Сирин, Блаженный Феодорит, Преподобный Нил Синайский, Милетий, Патриарх Константинопольский И многие другие Церковные учители и пастыри. Больше всех И обстоятельно других Писал о таинствах, Совершаемых у еретиков, Блаженный Августин, Епископ Японский. Кавычки открыты. Кто отделяется от церкви, Порассуждает он, Тот теряет плоды Союза с нею И лишается благодати. Равно, Кто родился И воспитался Вне единения С церковью, Тот хотя бы И запечатлен Был таинствами, Но не получает От них благодатной силы И освящения. Но если тот И другой Возвращаются в церковь, То над ними Не должно повторять Неповторяемых таинств, Потому что им Не доставало Не самих таинств, А только Их спасительного действия. Для совершения Таинства Нужно одно, Чтобы оно Совершено было Законно. А вера и любовь Нужны для того, Чтобы оно Имело спасительное действие На приемлющего. Так, Если над крещеным Произнесены Евангельские слова В имя Отца И Сына И Святого Духа, То таинство Совершилось, Но оно Бесплодно Для неверующего, Пока он Не уверует. Для еретика Или раскольника, Пока не соединится С церковью, От которой Отделен духовно. Вообще, Для порочного И небрегущего О своем спасении Грешника, Пока он Не обратился К Богу С покаянием. Но если так, Кавычки закрыты, Но если так, То все ли равно Истина Верующему человеку, Где и от кого Он получит И таинство, Он может принять Крещение и у еретиков. Блаженный Августин Отвечает, Что кто говорит так, Тот грешит, Потому что Крещение еретиков Есть незаконное И бесправное, Хотя истинное Крещение, Кавычки открыты, У них благодать Крещения является Лишь тогда, Когда они Возвращаются к церкви, Спасительное И сила Крещения Уничтожается у них Упорством в схизме. Кавычки закрыты И заново Открыты. Церковь, Говорит Августин, Есть святое тело Христа. В ней Одной Находился Святой Дух. Находится Находится Святой Дух. И любовь Может быть присуща Только тому, Кто находится в церкви. Но и не каждый Находящийся в церкви Имеет святого духа, А только тот, Который находится В действительном Союзе с членами церкви. Кавычки закрыты. Итак, Для святых отцов В Древней Церкви Было Бесспорным, Что еретики Не получают Святого Духа В Таинстве Крещения. Хотя Самое Таинство, Совершенное Правильно, Есть святое И истинное Крещение Христа. То есть еретики Они были Правильно Рукоположены. Все. А у баптистов У других-то нет И какого Рукоположения-то? Обман. Доказывая действительность, У еретиков Таинство Крещения Блаженный Августин Последовательно Применяет свой взгляд И к еретическим Рукоположениям. Нельзя, Говорит он, Указать никакой Причины, Почему тот, Кто не может Утратить Самого Крещения, В состоянии Потерять власть Преподавать его. То и другое Есть Таинство, То и другое Сообщается человеку Некоторым посвящением. То, Когда он Крещается, А это, Когда он Рукополагается. А потом И ни то, Ни другое В Кафолической церкви Повторять Непозволительно. То есть Отошли епископы, Стали еретиками. Настоящие православные Епископы, Патриархные истории. Речь не идет О тех, Которые ниоткуда. У которых Не было рукоположения По херотонии Связанной с апостолами. Ибо если Когда Приходящие оттуда, То есть От отпадших, Даже предстоятели По исправлении Заблуждения, Раскола Ради блага мира Принимаются И признано Бывает нужно, Чтобы они Исполняли Те же обязанности, Какие исполняли И прежде, То они Не рукополагаются Снова. Но как Крещение в них, Так и рукоположение Пребывает целыми. По велику Погрешность была В отпадении, Которая Исправлена Миром Единения, А не в таинствах, Которые Где бы ни были, Остаются Теми же. То есть Отсюда Получается, Что католики, Григорияна-армяне, Копты и сирийцы, Если приходят Оттуда И принимают Все православие, То второй раз Их не рукополагают. У них Прямо Оттуда Идет рукоположение. Вот как Понимать надо. Как видим, Блаженный Августин, Отрицая У еретиков Спасение, Отпущение грехов И действия Совершенные В них Среди таинства Крещения И херотонии Действительными И истинными. Не за одну только Их правильную форму Совершения, Но и за внутреннюю Их силу И значение. Читал их Не обрядовыми Лишь действиями, А таинствами, Дающими власть. То есть Если не было Три погружения у них, То крещение не считается. Это уже Собором было утверждено. Крещения не было. Он разделял силу И действия Крещения И херотонии В себе И превратное состояние Сердца, Принимающего Эти таинства. Эти кавычки открыты. Деньги хороши Сами по себе, Говорит Августин, Сравнивая с ними Святые таинства. И хорошими Остаются в руках Вора. Сила крещения, Говорит Августин, Заключается не в человеке, Но во Христе, Что поистине Светлее Препровождало бы Их вечной жизни, То в заблуждении Становится для них Более обращающим И осуждающим. Кавычки закрыты. Церковные учителя Всегда признавали, Что таинство И суть Учреждения Божия. Это особенность Господа. Собственность. Это собственность Господа. И совершается Самим Богом, А духовные лица При этом Совершение Не есть только Рабы-исполнители, А не раздаятели Божьих даров. Таинство Действительны И святы Сами собой По силе Божией, А не через людей. Благодать, Подобно солнцу, Только того Не освящает, Кто сам Отвращается от нее, Ослепленный Неверием, Заблуждениями И грехами. Благодать, Благость, Божественно, Забл... Слава Иисусу Христу! Благость, Божественное блаженство, Бог, Говорит святой Дианисий Ариапагид, Всегда и во всем, Будучи одинаково, Благотворительные Своего света Лучина все Мысленные взоры Обильно простирает. Стих. Соблазны Это вызов Всем и вся. Живу так, Как хочу, Не ваше дело. Пусть Жабы дохлые Медалями висят С плакатом Черное Зовите только Белым. Делами Опровергнутся Слова, Расставившие С паром Из гортани. Глаза Бестыжих Ворону клевать, Кто половину Срока Не протянет. Сегодня, Где бы что Не говорил Об истине, Что в церкви Православной, Соблазн поповский Нам не сдать В утиль, Что зря Греметь Мощами и маслами. Нам ставится В укор Поповский ряд Дебилых, Тучных Выше всякой меры, Архиерей У вас Не агнец, Злобный Хряк, Соблазн Для них Евангельская Вера. Достаток Выше крыльев У ноздрей, Когда народ Беднеет, Голодает. Дай, Господи, Отступникам Прозреть И применить, Что в Библии Читает. Нам хочется К запретному Пройти, А не Недозволенам Оставить Отпечаток. И только Совесть Может запретить Отсечь И вырвать Тот соблазн В начале. С иконами Запутались Совсем. Мироточения Захлебнулись Прочно. Шестерки Царствуют В металлом Все Семь. В металлолом Все семь. А в металлолом. Есть цифра семь, А не в металлолом. Все семь. Без слова Божия И днем Темнее, чем ночью. Пересчитай этот куплет. Шестерки Царствуют В металлолом Все семь. С иконами Запутались Совсем. Мироточения Захлебнулись Прочно. Шестерки Царствуют В металлолом Все семь. Без слова Божия И днем Темнее, чем ночью. Что означает Шестерки? А налево Направо Которая Шестерки Шестерят Врут И хвостом Метелят. Соблазны Сеяли Молясь Еретиками При любодействии Налево И направо. Апостолов За это Разве упрекали? За это Соль Сыпали На раны. За проповедь И евангельскую Жизнь. Дабы Об имени Иисуса Не вещали. Не слышать Нам похвал Иукаризм. Мы Его Вуслуги. Он же Наш Начальник. Вот это Вопрос. Вот это Ответ Подносительно Того, Как относиться К еретикам. У меня Еще Были Некоторые Появлялись Вопросы Здесь. Так, Что тут Это Посте. Ладно. Теперь Мы Посмотрим Наши Ресурсы. Вот Самое Главное Это У нас Был Когда-то Ресурс Мой Мир. Легко Регистрироваться И тут Есть Телефон Сказать Где Почту Написать К истине 2 Вот она Рядом 2 Собачка Mail.ru Можешь 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 Написать Спросить Что Угодно Но У меня Тут Несколько Лист Лист Страниц Таких Там В одной Я Голубя Держу А здесь Именно В шапке Вот сюда Заходить Надо А там Мордераторы Ну и Что тут У нас Это Сегодня Которые Ночью Я Обставлял Теперь Это Последнее И Показать Наш Ресурс На Православный Форум 1600 Тем Не буду Открывать Даже Это Очень Богатый Материал И Православный Видеоканал Видеоканал Ну-ка Давай Запиши Узнать Сколько У нас Там Роликов Канал Игнатий Лапкин Напиши Сейчас Мы узнаем Сколько У нас На видеоканале Наших Не чужих Роликов Игнатий Лапкин Вот так Теперь Мы Посмотрим Что Она Высветит Система Что Она Говорит 6765 Видео Ну вот Видите Как 665 Тут Много Что Можно Найти И И И Что Огоним Их Свет Беседы Вот Даже Передроживством Брат Какой порядок Выставляет Оно Я этого Не знаю Ну Пак тот Что Много У нас Здесь На Разные Темы И Вот Еще Во свете Библии Православный Библейский Сайт 4124 Ответа И вот Сегодня Мы добавляем К этому Семье Вопросы Которые Мне Задавали В университетах В школах По радио Мы Сейчас Их Озвучим Давай Вопрос 2357 10 Том Открытый Мок В книге Иудив Говорится Что Она Прелестила Военачальника Вражеского Войска Своей Красотой И Избавилась Сама И народ Свой Победе Привела Будет Ли Это Восуждение Ныне Если Где-то Такое Случится При Опасности С Христианкой Ответ Смелый Вопрос Но Господь В таких Случаях Всегда Ссылаясь На Прошлое И Славное Победное Говорил А я Говорю Вам То Есть Ныне Совсем Уже Не Так Уступать Должно Иудив 10 4 Абула Ноги Свои В сандалии И возложила На себя Цепочки Запястья Кольца Серьги И все Свои Наряды И разукрасила Себя Чтобы Прельстить Глаза Мужчин Которые Увидят Ее Иудив 16 9 Ее Сандалии Восхитили Взор Его И Красота Ее Пленила Душу Его Меч Прошел По Шее Его Вот Все Красота Куда Подводит Если же Даже И Случится Быть Пострадавшей То И тогда Награда Твоя Будет За Постромление Как Говорили Юные Девицы Отданные Блудилищные Дома Как В Житиях Читаем Стихотворение Не Скажайте Своего Лица Черты Его Есть Паспорт И Анкета Все Вылета От Матери Отца Но Ты Зали Их Пренебесным Светом На Складках И Морщинах У Мужчин То Мужество То Опыт Трудолюбца На Эти Борозды Несейте Без Причин Презрение Гнев Глаза Досветят Люстрой Глаза Конечно Главные Детали Светильник Разума Души На Высоте Веселые Здоровые Устали Мир Приносящий Для Плоти И Костей Спокойствие Ланит Храни Достойно Смех Без Причины То Не Наш Попутчик Не Смазкой Будь Застывший Как Покойник Безделье Жир Пусть Нам Глаза Не Пучит Умейте Выслушать И С Плачущим Заплакать Святую Скорбь На Время Пропусти За Каждую Слезинку Бог Заплатит Словам Того Кто Ряда В Кивании Головы В Движении Век Пусть Искренность Стоит Не За Оградой И Не Кичись Здоровьем Средь Коллег Лицо Запомнится Когда На Нем Молитва Христова Благодать И Тишина Душа И Плоть Нераздвоенно Слиты И Речь Не Для Прикрытия Мысли Изошла Не Подскользнись На Личики Смазливом У Многих Смех И Хохот Признак Дури Где Нет Раскаяния Там Поле Бесполиво И Тьма Гиенская У Тех Кто Пьет И Курит Где Блуд Измена Бессменные В Три Смены Там Тысячи Морщин Лукавой Сетки На Губы Ярость Пусть Не Гонят Пену Что Слышали Возьмите На Заметку 10 08 На Четвертая Вот так Время Что Было Необходимо Так Вот так Написалось Далее Еще Вопрос Из Этой Темы Вопрос 3006 15 Том Открытым Оком Было Ли Так Что С Родителями Заодно Крестились И Дети А Потом Они Ушли И Что С Ними Сталось Потом Ответ Таких Случа Было Уже Несколько Дети Потом Начинают Осознавать Гибельность Избранного Ими Пути Семья Посеянных В их сердцах Начинают Пробивать Толщу Безразличия К спасению Своей души У нас хорошая Сестра Старшая И у нее Здесь Была Дочь И она Дочь Это потом Написала Кавычки Открыты Моя мама Капусина Татьяна Кузьминична Начала Ходить На занятия По изучению Библии Которые Вел Игнатий Рассказывала Что это Очень интересно Иногда Брала Меня с собой В то время Я была Школьницей И ничего Не понимала В вопросах Веры Просто Нравилось Идти Куда-то С мамой Главное Идти Куда-то Лишь бы Куда-то Какому Племянник Племянник Мой Сидит На крыльце И так Головой Качает Подошли К нему Ты что Задумался Ехать Куда-то Надо Не знаю Куда Ехать Надо А ему Лет пять Можно Даже Сказать Что Ходила Я От Нечего Делать Семья Наша Была Абсолютно Неверующая Ничего Не Знали Ничего Не Соблюдали Хотя Ранее Я Была Крещена В Покровском Соборе Города Барнаула Если Это Можно Так Назвать И Испытывая Какие-то Непонятные Чувства Трепета Уважения И почтения Какому-то Непонятному Богу На волне Всеобщего Повального Крещения В нашей Стране Я Тоже Сходила В церковь Покрестилась И ушла Куда Не Просто В свою Прежнюю Жизнь В погибель Мама Продолжала Ходить На занятия Очень Увлеклась Собиралась Креститься Мы Сильно Не Вникали И Многое Казалось Странным Непонятным Не Вписывающимся В нашу Обычную Жизнь Библия Молитвы Посты Богослужения Что Это Откуда Зачем Ведь Хорошо Жили Так Казалось Зачем Это Неясность Споры Конфликты 12 Июля 1992 Года Мама Покрестилась И я Вместе С ней Понимала Ли я Тогда Важность И ответственность Этого Поступка А мама Понимала Конечно Нет Я Была Не Против Крещения Ведь Думала Что Уже Крещена Оказалось Не Так Неполным Погружением Но Веры Должны Возрождение Покаяние Осознание К сожалению Не было Поехали В попыхах Взяли Белые Халаты Для Крещения Я Даже Смутно Помню Этот День Но Господь Попустил Значит Так Было Нужно Не Покаяние А Крещение Праведная Христианская Жизнь А сначала Крещение И только Потом Слава Богу Осознание Покаяние Скорбь Оплакивание И искупление Своих Грехов Покрестившись Я оказалась Членом Крестовоздижинской Общины Ходила Вместе С мамой На службы Но Отказываться От своей Прежней Жизни От друзей Абсолютно Не хотелось Оказалось Что я Многое Должна Делать И даже Многое Делать Не должна К этому Я оказалась Не готова Думала Что Просто Верить В сердце Быть Хорошим Человеком Иногда Когда захочется Ходить В храм Вполне Достаточно Наступила Студенческая Жизнь А вместе С ней Новые Друзья Стремление Увлечение Совесть Мучила Мама Давила Жить Двойной Жизнью Становилось Не в моготу И я принял Решение Уйти Из общины Я не искала Чего-то Не уходила Куда-то Я просто Жила Как жила И меня Это устраивало Настал Момент Принять Решение И я Его приняла Мое Присутствие В общине Было Нечестно По отношению К находящихся Там Людям Многих Из которых Я уважала И искренне Любила Я испытывала Чувство Благодарности Было Стыдно И неловко Я понимала Разумом Что они Правы Что они Молодцы А я Нет Уйдя Свою Связь С общиной Не прервала Прежде всего Потому что Мама Оставалась Ее членом Твердо И уверенно Меняя Свою Жизнь Также С некоторыми Членами Общины Я общаюсь До сих пор И ценю Это Я всегда Интересовалась И спрашивала Чем живет Община Что там Происходит Прошло Много лет Я окончила Институт Работала Вышла Замуж Родила Дочку Много Всего Было Событий Раздумий Переживаний Скорбей Перемен Скажу Только одно Слава Богу Я меняюсь Туго Как-то Со скрипом Но все же Стараюсь Идти вперед Раньше Был только Холодный разум А теперь Как будто И до сердца Дошло И чувство Переполняет Любовь к Богу И слезы Многое изменилось И с рождением Дочери Не только Ответственность Но сколько Тревог за нее Каждый день Молюсь Чтобы Господь Дал ей крепкую Веру И мудрость Чтобы отградил Ее От всякого зла Злых дел Злых людей От всякой Не чистоты А чтобы все Это было И я должна Соответствовать Быть примером Как и моя мама Для меня Я не раз Слышал о гадости Об общине Но я вижу Жизнь своей мамы И знаю На чьей стороне Правда Где праведная вера Которое должно Спасаться Я благодарна Богу Что хоть и таким путем Он привел меня туда Где меня Посеяли Слово Его Которое прорастает Там в общине Я познакомилась С Богом И еще Благодарна За молитвы Обо мне Те кто молились И молятся Знают Низкий вам поклон Пономарева Капустина Екатерина Александровна 61.11.62 Лука 15.13 По прошествии Немногих дней Младший сын Собрав все Пошел в дальнюю сторону И там расточил Имение свое Живя распутно Псалом 114.7 Возвратись Душа моя В покой твой Ибо Господь Облагодетельствовал тебя Еремея 3.1 Говорят Если муж Отпустил жену Свою И она отойдет От него И сделается Женой другого мужа То может ли она Возвратиться К нему Не осквернилась Либо этим Страна та А ты Со многими Любовниками Блудодействовала И однако же Возвратилась Ко мне Говорит Господь Возвратилась Да Возвратись Однако же Возвратись Ущипни себя Проснись И Еремея 3.12 Я не изолю на вас Гнева моего Ибо я Милостив Говорит Господь Не вечно Буду негодовать Вопрос 3007 Раньше Как говорят Знающие вас Давно Кокрещению Допускали Более Упрощенно Чем Вызваны Эти дополнительные Строгости И по Несколько лет Приготовление Кокрещению Ныне Ответ Тогда не было У нас Своей общины И мы всех До единого Крещенных Возвращали В ту же Неразбериху В храмы Патриархии Мы печалились О том Но выхода Не было Но когда Была создана Своя община Тогда мы Все нарушения Канонов Полностью Истребили Да и не все Проходят курс Соглашения От 3 до 5 лет Иные Уже настолько готовы Что им Не хватает Только крещения Эти уже Через несколько Месяцев Интенсивной Терапии Занятие Допускается Кокрещению Кавычки открыты Бытует мнение О том Что крещение В ладичинском Возрасте Не обосновано И как правило Далее по жизни Крещенные в детстве Становятся Неверующими людьми Но нам Человекам Надо оно быть Нечрезмерно Категоричными В наших умозаключениях И претензиях На окончательный Вывод Или тем более Осуждение Иное дело Суть человеческий Иное суд Божий Человек Предполагает А Господь Располагает Мне повезло Аллилуйя 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 Слава тебе Боже Я был крещен Будущим младенцем Крещение Это было Страшное Атеистическое Время Воспитывался В рабочей Семье Верующих Но Верующих Более обрядово Это пишет Один человек Однако Веру Православную Свою Папа Андрей Трифонович И мама Мария Федоровна Не прятали Никогда В доме Всегда были Иконы На виду А над Обеденным Столом В углу Висела Большая Увесистая Икона Благовещения Отец Никому Не позволял Осуждать Свою Веру Православную Как он Ее считал И однажды Будущий Нетрезв Даже с кулаками Доказывал Свою правоту Соседу Казаху Мусульманину Посмеявшемуся Над его Верой Мама Приобщенная К вере Своими Родителями И особенно Бабушкой Дарьей Всегда Молилась Но к сожалению Общалась Она И с бабушками Шептуними И даже Сама Кавычках Лечила Младенцев Страдавших От грыжи Позже Познав Истинную Веру Православную Став Членом Крестоводвиженской Общины Приняв Крещение Через батюшку Иакима В озере Поселка Потеряевка Раба Божия Мария Глубоко И искренно Раскаивалась В дом До своей Кончины Молитве Меня и Сестру Мою Надю Родители Не понуждали Как и все Дети Мы воспитывались Большой Частью По принципу Подражания Родителям И с детства Помнятся Посты Но нет Тягостных Впечатлений От них Постились У нас По-настоящему Только в первую И последнюю Неделю Великого Поста Как-то В рождественский Сочельник Я один Постился По своей Инициативе И испытал От того Какое-то Внутреннее Удовлетворение Праздничные Рождественские Дни Мы с сестрой Вставая Затемно Ходили По соседям И славили Христа Добавляя В конце Открывайте Сундучки И доставайте Пятачки Особенно Радостные Воспоминания Когда мы С сестрой Пробуждались От праздничного Призывного Рождественского Или пасхального Песнопения Родителей А также Когда мы С родителями Выходили На святую Пасху Во двор И смотрели Как солнце Вместе с нами Ликует И играет Прыгает Тому Что Христос Воскрес Христос Воскрес Христос Воскрес Глубоковерующей В нашей семье Была бабушка Феодосия Прохоровна Папина мама Две сестры Которые были Монахинями Одна из них Приготовившись К смерти Легла на лавку И лежала Без признаков Жизни Три дня Держа Все это время Поднятую Правую руку Со сложными Для крестного Знамения Перстами Где пребывала Ее душа В это время О том Немного И было позволено Говорить Но дан ей Был срок В один год Ровно через год Она Так же Приготовившись Легла И умерла Вторая Ее сестра Упов на колени Придолго Умоляла Господа Взять И ее Вместе С сестрой К вечеру Ее Как рассказывали Охватил Жар И она умерла В один день Вынесли Два гроба Бабушка Феодосия Прохоровна Всегда Строго Постилась В среду И пятницу Круглый год Вкушал Только хлеб И чай После появления На небе Первой Вечерней Звезды Она Активно Общалась С единоверными Православными Бабушками Собирались Для общей Молитвы Бывал у нас В доме Так же Бабушкин Знакомый По прострига Отчего Вероятно В нашем доме Были Библия Отдельно Псалтири Какие-то Книги С красочными Иллюстрациями Страшного Суда Божия Благодарение Господу Наверное Отсюда У меня Остался На всю Жизнь Страх Божий Как-то Сами Собой В памяти Моей Всегда Было Несколько Молитв Которые Я произносил Обращаясь К Богу В трудные Минуты Жизни Все это Было Основой Для пробуждения Моей Души Которая Все время Искала Истину Жаждала Встречи Со Христом С Его Словом Мое Окружение Не могло Утолить Той Жажды Это Осознается Теперь А тогда Было Только Блуждание Потемка Хотя В детской Голове Возникали Вопросы В чем Смысл Земного Бытия Где И у Кого Пребывает Правда Что Есть Любовь Может Ли быть Зависть Хорошей Белой Что Есть Время Имевшийся Во Вне Страх Вечных Мучений От Многих Грехов Меня Конечно Удержал Но Чего Я Только Не Натворил Где Меня Только Не Насило Помилуй Меня Боже По Великой Твоей Милости Во Мне Удивительно Уживалась И вера Православная Бабушкина Обрядовая И коммунистическая Религия Поскольку Родители Не препятствовали Я был Причастен К пионерии К Комсомолии В институте С интересом Изучал Философию Находя проявления Изучаемых Законов В окружающей Мне Действительности Что Это НБ Не Законы То Нам Виданы Априори То есть Изначально Богом Но Поднимались В сознании Сомнения Одно Из них Если Марксистская Философия Не догма Не абсолют Не вечно То Как она Может Претендовать На руководство К действию Далее Я Два года Бойсковой Врач И политинформатор Затем В краевые Больницы Я Пропагандист Социалистического Образа жизни Профорка Отделения Изучал Слава Богу Не до глубин Сатанинских Йогу Софизм Биоэнергетику Систему Джуны Главные Ведьмы Бывшего СССР Кавычков Деточку Иванова Был Ререхнувшимся По каким Помойкам Я только Не Пошарился И все же Временами Появлялось Чувство Вины Чувство Предательства С моей стороны Во всех Практическое Воплощение Моих Ненаучных Диолетических Познаний Педагогики И мое Рвение Часто Пугали Жену При появлении Дочери У меня Зародилась Мысль О необходимости Ее Крещения Которая Стала Более Настойчивой Когда Дочери Исполнилось Два Года Интересно Что даже Жена На этот раз Согласилась С крещением Дочери И вот В нашем Доме Появляется Соседка По подъезду Конева Валентина Павловна Благословить Ее Господь Она Была Первой Вестницей Евангелии И необыкновенно Проповедники Слова Божия Игнатия Тихоновича Лапкини От нее Мы уже Узнали В очередной Приход К нам О том Что на Праздник Петра И Павла В озере Где-то Рядом С железнодорожной Станцией Подстепной Будет Присовершаться Крещение Чтобы уточнить Расположение Места Где будет Крещение Я позвонил Покровский Собор Где на мой Вопрос После некоторого Недоумения Сказали Что это Там Еретики Раскольники Но мы Все же 1990 года На машине Соседей Мы поехали Крестить детей Мы с женой Нашу Настеньку А подруга Моей жены С мужем Сына Игоря Довольно Долго Мы плутали По полям Пока нашли Детский Лагерь Стан В лагере Были Несколько Престарелых Людей А остальные Были На божественной Литургии В лесу В лесу В лесу Прибитая Дощечка На нее Свечи И Евангелие Отец Наум совершал Из короткого Разговора С насельниками Лагеря Мы узнали Что крещение Уже состоялось И едва ли Нас будут Крестить Здесь Жиря с удивлением Узнал Что Библию Оказывается Нужно читать Всю жизнь И никогда Всего Что в ней Написано Не узнаешь В лагере Нас Не впустили На траве За оградом Пообедали И стали ждать Возвращения Батюшки И начальника Лагеря Все здесь Было необычно Для нашего взора И кельи Покрытые Обтянутые Зеленоватым Брезентом С красными Большими Крестами На дверях И мужики Бородатые С рубахами На выпуск И поясками И бабы С необычно Покрытыми головами И в длинных юбках Сразу подумалось Старообрядцы Кержаки Но жене Все понравилось Сразу И она высказала Желание Пожить бы здесь Недельку Тут я впервые Увидел Игнатия Тихоновича Мужчину Зрелого возраста Среднего роста В темной рубахе На выпуск И с пояском Киризовых сапогах С очень озабоченным Хмурым Почти сердитым Лицом И с необыкновенной Силой убеждения В разговоре Во всем Видно было Что Начальник Лагеря Хозяин положения Это отметилось В моем сознании Уже в те Несколько минут Когда он Приходил Из леса За какой-нибудь Книгой Через некоторое Время После нашего Пикника Подъехали Еще несколько Человек На мотоцикле С люлькой Среди них Был ребенок И женщины В трюко И рубахи Завязанные На животе Они тоже Намеревались Крестить ребенка По возвращении Из леса После Литруги И батюшки Отца Наума Игнатия Тихоновича И наши соседки Валентины Павловны Начались Переговоры С приехавшими На мотоцикле Разговор Начался Только после Того Как мы Женщины Немного Привели себя В порядок Но им Было Отказано В крещении Нас же Допустили До крещения Только благодаря Ходатайству Дорогой Валентине Павловны И конечно По милости Божией Как теперь мне ведомо Что в очах Божьих Нет ничего случайного Так и в тот Знаменательный Для меня И моей семьи День Не было Случайностью То обстоятельство Что именно Ко времени Крещения Нашей дочери Насти Из Красноярска Приехал Лагерстан Владимир Сергеевич Кузнецов Руководитель Съемочной группы Филиала Свердловской Киностудии Документальных Фильмов Нам довелось Войти в кадры Фильма Предчувствие Нужно Ставить Предчувствие Документальный фильм В Югославии Занял первое место На международном Киноконкурсе Вот как Как бы хотелось Сохранить Честь Которую Достоил Нас Авансом Господь Этот фильм Занял первое место Перезовое место На международном Кинофестивале Золотой Витязь В городе Нови Садо Югославия В 1993 Году Крещение проходило На Дальнем Потеряевском Озере Втором мостике Был жаркий Почти безоблачный день Крещение по полному чину Продолжалось Очень долго Как нам показалось Дочь Все время Была у меня на руках Она была Очень неспокойна И мне пришлось Приложить Немало усилий Чтобы ее удерживать После крещения Была беседа Исповедь С отцом Наумом Навсегда у меня Останется Великое чувство Стыда За ту Так называемую Исповедь Такой я Хороший В кавычках Ну просто Идеальный был В моем воображении Только что Может быть Подправить Надо было Меня Но самую Малость Запомнили слова Отца наума О том Что нужно Прилепиться К Богу Нужно войти В общество Верующих людей Чтобы жить По слову Божию Теперь нужно Ходить в храм На богослужении И причащать Наших детей Там же Игнатий Тихонович В краткой беседе Ориентировал На создании В нашем сознании Авторитета Слова Божия Показал Тяжко болезненное Состояние Московской Патриархии Посоветовал Прочитать статьи Александра Нежного В журнале Огонек В понедельник После работы Я уже был Около дома Игнатия Тихоновича Лапкина На улице Никитина 147 Где продолжала Свою работу Съемочная группа Попытался Подняться На второй этаж Но был Остановлен Хозяином Мне было позволено Слушать И смотреть Как записывать Беседу С отцом Наумом С жадностью Я слушал И смотрел Чувствуя душой Что прикоснулся К чему-то великому Истинному Чего давно Искал В больничной Библиотеке Нашел нужные Номера Огонька Прочитание Прочитание О Московской Патриархии Было шокирующим Для меня Это журнал Огонек Тем не менее В следующее воскресенье Я настойчиво Повез дочь в храм Чтобы на литургии Причастить ее Как велел Отец Наум Так я наверное Впервые После моего крещения В городе Рудцопске В 1947 году Оказался в храме Ощущалась Неловкость От незнания Как вести себя В храме Хорошо что рядом была Валентина Павловна По воскресеньям Я стал регулярно возить Дочь в храм На литургию А по возвращении Игнатия Тихоновича Из детского православного Лагеря Стана С сентября 1990 года Стал посещать Занятия по изучению Библии В святоотеческом Толковании В Барнаульском Педагогическом Институте А затем В Алтайском Государственном Университете Вот вспоминает Валентина Павловна Эта баптистская Семья пришла В моем доме К Богу А она как раз Из тех Кто был репрессирован С матерью Они бежали Где-то там С Колымы Где они там были С Нарыма 700 километров Тайгою Со зверями Прятались от людей На занятиях Я сидел С открытым оком Душой и ртом Всякое слово Входило в меня Вызывая Ранее Неизвестное Чувство благости На вопрос ближних Ты что Хочешь стать верующим Христианином Я твердо Ответил Да Здесь я впервые Нашел чистый Источник воды Живой От которого Трудно Оторваться Если прежде Жажда Был долго томим Причем Слышанное Настолько Приподнял Припереполняло Что невозможно Было молчать Была почти Непреодолимая Потребность Свящать Слово Евангелие Окружающим Ближним Далеко Не все И сразу Принимали Его Испытывая Внутреннюю И внешнюю Борьбу Продолжал Ходить на занятия И в Покровский Храм На литургии Помню Той же Осенью Первый мой Разговор С Игнатием Тихоновичем На зеркальной Фабрике Где он Работал Сторожем Он Разговор Был Настороженным Напряженным Довольно Холодным Оставившим Чувство Нет Не обиды А скорее Моего Собственного Недостоинства Но мой вопрос О возможности Христианину Работать Патологонатомом Был ответ С указанием На место Библии Числа 19.11 Кто прикоснется К мертвому телу Какого-нибудь Человека Нечист Будет Семь дней Это тоже Меня довольно Огорчило Но я тут же Внутренне Стал Настраивать Себя На перемену Медицинской Специальности Особенно Памятен По весеннему Теплый Январьский День 1991 Года Когда В квартире Игнатия Тихоновича На улице Никитина 147.1 Собрались Чуть Больше Десяти Человек И среди них Николай Олегович Шевченко Сосед Лапкиных Валентина Павловна Конева Алевтина Пантелеевна Петеримова Гладких Антонина Я Моя мама Мария Федоровна Надежда Андреевна Моя сестра Шубина Зоя Наша соседка Таисия Григорьевна На этом собрании Православно верующих В уютной Домашней обстановке Решался вопрос О создании Крестовоздвиженской Общины Николай Олегович Зачитывал Положение Устава Общины Игнатий Тихонович Пространных Комментировал Во свете Слова Божия Затем Мы единодушно Голосовали За образование Общины Православных Христиан И за принятие Устава Общины Как основы Общины Жизнедеятельности О чем Каждый Из присутствующих Под протоколом Собрания Подписался С указанием Своих Паспортных Данных Занятия По Библии В АГУ Были Настоящим Праздником Души Удивительно Но каждое Слово Было Обращено Конкретно Ко мне Кроме Библии Цитировал Игнатий Тихонович Жития святых События Из художественной Литературы На библейские Темы Для меня По-новому Зазвучали Шедевры Живописи Которые Мы Рассматривали На занятиях Все Упоминавшиеся Игнатием Тихоновичем На занятиях Художественные Произведения Я находил В библиотеке И почти Проглатывал Слово Божие Нас Слушатели Тесно Объединяло В общество Истинно Верующих Людей Готовившихся Принять Крещение Весной Закончился Первый год Занятий В моей памяти Сохранился Хранится Теплое Воспоминание О первой встрече С дорогим Батюшкой Иоакимом Встреча Это была После очередных Занятий На крыльце Входа ВГУ На улице Дмитра 66 От Алтайский Государственный Университет Гуманитарий Один университет На Алтайский Крайбал Отец Иоаким Возвращался Из поездки В Германию К владыке Марку О чем он нам И рассказал А затем Ответил На наши вопросы Батюшка Был в камеловке Вишневого цвета Осеннее пальто Поверх облащения И виден был Крест на груди И внешние виды Простая манера беседы Все располагала К открытому Но Не под обострастным Общению Подумалось Вот таким И должен быть Настоящий священник Через короткое время Отец Иоаким Уже начал Строительство Первого дома Возрожденной Ныне Под деревней Потеряевка А Игнатий Тихонович Трудился В детском Лагере Сане В нашей Семье 6 июня 1991 Года Родился Сын Никита Вскоре В Барнауле Проездом Потеряевку Оказался Отец Новоборщуков Который Прямо у нас В квартире Крестил Нашего сына А 12 июля Того же года На озере Потеряевки Приняли крещение Сестра Надежда И племянник Вадим Поповы Вместе с другими Слушателями Курса По изучению Библии В АГУ Так стала Прирастать Наша община Мы продолжали До сосени До весны Выходить на занятия По священному писанию На субботни Воскресные Праздничные Богослужения В Покровский собор А позже Стал приезжать Наш батюшка И богослужение Иногда А потом Все чаще Стали приходить В квартире Игнатия Тихоновича На улице Никитина Очень жаль Что сгорела Эта квартира Так многое связано В воспоминаниях О моих с этим местом Здесь я учился Живому общению С Богом Здесь всегда была Особая атмосфера Сочетания Строгой дисциплины Порядка Присутствие Величия Божия И радостного Братского Христианского Общения Здесь зародилась И развивалась Наша общинная жизнь Года два Было как-то Все очень гладко И хорошо У меня Прости Господи Даже возникла Тогда мысль О том Что не может Сатана долго Оставлять нас В таком мирном положении И со временем В общине Началось Бражение Нежелание Подчиняться Уставу Дисциплине Появились Философические Умствования С отпадением От церкви Уходом в мир В ереси Уходом из общины Отпавших Не одинаково всех Но по разному Жаль Одни ушли Как-то незаметно Потеря других И до сих пор Соднит болью в сердце Но пока они живы У всех есть Возможность Искреннего Деятельного покаяния И возвращения На спасительный Узкий путь Нужно лишь Бодрствовать Всегда Чтобы не запутаться В сетях Лукавого льва И вопрошать Постоянно А любит ли меня Здесь Если только Этот вопрос Одолевает А не другой Искренний Ли я люблю Ближних своих То душа Такая Близкая К смерти Истина Цена Для каждого Лишь то Во что Вложено Много труда Пота Сердца Преодоление Своего ленивого Я Не позволяя Душе лениться Чтоб воду Ступе Не толочь Душа Обязана Трудиться И день И ночь И день И ночь Заболоцкий И побеждающему Обращено Его непреложное Слово Обетование Откровение 2.7 Побеждающему И соблюдает Дела Мои до конца Тому Дам Власть Над Язычниками И дам Ему Звезду Утреннюю Откровение 3.5 Побеждающий Облечется В белой Одежды И не Изглажу Имени Его Из книги Жизни И исповедую Имя Его Пред отцом Моим И пред Ангелами Его Откровение 3.12 Побеждающего Сделаю Столпом В храме Бога Моего И он Уже Не выйдет Иерусалима Нисходящего С неба От Бога Моего И имя Мое Новое Откровение 3.21 Побеждающему Дам Сесть Со Мною На престоле Моем Как и я Допобедил И сел С Отцом Моим На престоле Его Аллилуйя 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 Господи Не отними У всех Отпавших Этот шанс Вернуться К истине Не дай Погибнуть А нас Упаси Боже Чтобы не Оказаться В неспасительно Твоего Ковчега Утверди Нашу веру Помоги Быть Побеждающими Чтобы обрести Твои обетования Аминь Вот уже 15 лет Минуло Со дня Образования Нашей Крестовоздвиженской Общины Да благословит Господь При изобилии Батюшку Иакима Игнатия Тихоновича Всех Братьев и сестер Как бы хотелось Чтобы всем Мы Обрели Спасение Вечности Оглядываясь Вокруге Вижу А не Оправдаться мне В день Судный Предтворцом Потому что Я сверх той Великой Заместительной Жертвы Принесенной За меня Он поместил Меня еще Сюда В эту Общину Где есть Все для Удовлетворения Любых Вопросов Я хочу А не Оправдаться мне На пути Ко спасению И церковная Дисциплина И неподдельная Братская любовь И нелицеприятное Обличение И занятие По слову Божию И уже Многочисленные Там открытым Ноком И живые Горячие Пробуждающие Совесть Злободневные Исполнили К нам Проповеди Иглы Нашего Старосты Брата И друга И как Можно Не благодарить Иисуса Христа За то Что у нас Есть Оба И отец Иаким И Игнатий Тихонович Так Заимно Дополняющий Друг Друга А сверх Того Еще и Владыка Евтихий Который Теперь Явно К нам Благоволит Да Но человеческие Желания Неуемные Великая У меня Печаль О детях Моих И детях Братьев Наших Как их Воспитать Так Чтобы Максимально Уменьшить Пагубное Влияние Мира Сего Чтобы Были Возрожденными И искали Наш И нашли Своего Спасителя Иисуса Христа Ты просто Спишь Сидишь Чтобы на Страшном Суде Смог Сказать Вот я И мои Дети Мечты Хорошо Бы для Детей Нашей Общины Создать Свой Христианский Православный Садик А то и Школу Считай Свою Рожать Ну что Ты прям Нахально Спишь С низким Поклоном Взываю Ко всем Читающим Эти строки Вздохните Моих Детях Как и Я Крещенных Младечеств Помолитесь К Милосерди Владыке Чтобы Он Вселил В них Свой Страх Господень Как и Меня Нашел Бы Их Где бы Они За ваши Святые Молитвы 11 февраля 2006 Года Я Холю Виктор Андреевич Телефон Домашний 68 49 31 Трозаконие Трозаконие 4 9 Бесстрашно Только Берегись И тщательно Храни Душу Твою Чтобы Тебе Не забывать Тех Дел Которые Видели Глаза Твои И чтобы Они Не выходили Из сердца Твоего Во все Дни Жизни Твоей И Поведая Них Сынам Твоим И сынам Сынов Твоих Ты понял Какой Эпиграф Дается Конечно Тихоныч Лука 15 8 Или Какая Женщина Имеет Десять Драхм Если Потеряет Одну Драхму Не Зажжет Свечи И Не Станет Мести Комнату И И Искать Тщательно Пока Не Найдена Далее Себя Увидеть Сразу Осознать По Признакам Душевным Настроению На лбу Челе Какой Поставлен Знак Воспользовавшись Только На сугробах Тенью То Внешне Телесное Не мы Кому Привыкли За столом В постели Нам Это Хижина На время И взаймы Как Распознать Цветы По кучке Пепла У Человека Тело Есть И есть Душ Еще Душа Все Что Касается Ее Под Сто Вопросов Передвигаясь Телом Лишь На шаг Душой Быстрее Света На планетарном Кроссе Мы Одеваем Тело По погоде И тратимся На обувь По нужде Выбрасываем Ставшее Негодным От солнца От ветров И от дождей А как Душа И каково Ей в нас С испорченным Мезрением И ушами Как Отражается На ней Прибоя Страсть Быть может С юности Приходится Ей шамкать Лишь Изредка По праздникам Большим Тревожно Радостно И нежно Стрипенется Когда слабее На нее Нажим Напомнит о себе Что мы Родные Сестры Ей Назначение Быть Телу Госпожой В храмине Тели До уреченных Сроков Живое Живое тело Названо Душой А без души И в теле Мало Проху С душой Бессмертной Трудно Говорить Она Ни к нациям Ни к расам Несоотносима Ей Ближе Только Может быть Еврей Хотя Привычно Остается Мимом Забывая Тели Погружаясь Внутрь Закрыв Глаза В молитве На природе Для тела Просвещению Сон И души Зрят Тебя Когда Тело Во гробе Когда Тела Во гробе Забыв О теле Погружаясь Внутрь Закрыв Глаза В молитве На природе Для тела Просвещению Сон И бурь А души Зрят Тебя Когда Тела Во гробе Ты ни во что Не вникаешь Так Как язык Шевелится Спаси Христос Все Ну вот Прочитали Мы На сегодня Все До свидания С Богом